Летний фестиваль ГТО Здравствуйте, Юлия. Уже по традиции в ноябрьске фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса проводятся второй год. Проводятся зимние фестивали и летние. Недавно прошел второй региональный этап летнего фестиваля ГТО, про который вы сейчас сказали. То есть они проводятся с целью вовлечения обучающихся к массовым занятиям физкультуры и спорту, популяризации здорового образа жизни, ну и, естественно, популяризации самого комплекса ГТО. А ребята, какое возрасте в нем принимают участие? В этом фестивале принимали дети 11-15 лет, то есть третьей и четвертой ступени возрастной. Как они заслужили право побороться в рамках этого фестиваля? Ну, второму этапу предшествовал первый муниципальный этап, на котором проходил отбор, то есть в школах нашего муниципального образования. Вот, то есть приняли участие 8 школ города и, получается, из сильнейших ребят мы собрали сборную, которая приняла участие уже во втором этапе. А вообще массовое достаточно получилось у нас мероприятие? Сколько детей было? Ну, так как проводилось мероприятие в конце мая, то многие дети разъехались, и не все муниципальные образования смогли принять участие в городе Ноябрьске во втором этапе. И участвовало всего 6 команд, ну, то есть, соответственно, 48 человек. Расскажите, как вообще проходили соревнования и почему именно Ноябрьск был выбран региональной площадкой? Ну, Ноябрьск был выбран региональной площадкой по приказу департамента физической культуры и спорта Ямал-Онецкого автономного округа. В городе Ноябрьске региональный этап проводился на базе учреждений спортивно-оздоровительного комплекса здоровья, вернее, физкультурно-оздоровительного комплекса здоровья, на базе центра спортивных мероприятий физкультурно-массовой работы, то есть на стадионе и на лыжной базе. И в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Зенит». Сколько дней ребята боролись? Ну, сами соревнования шли 3 дня. Несмотря на плохую погоду, то есть не стали отменять этапы легкоатлетических нормативов, то есть все выполняли и в снег, и в дождь, и показали очень хорошие результаты, то есть порадовали всех нас. Кстати, в каких дисциплинах ребята соревновались? Так, ну вообще, этапы ОФСК ГТО делятся на дисциплины ОФП, легкоатлетические, на плавание. То есть в дисциплины общей физподготовки входят сгибания, разгибания рук, подтягивания на высокой перекладине, наклоны стоя, потом поднимание туловища из положения лёжа, прыжки в длину. Но легкоатлетические, соответственно, бег на короткие дистанции, на длинные дистанции, вот, и метание. А стрельба не проходила в этот? Да, и стрельба проходила в кадете. А летний фестиваль ГТО — это командные или личные соревнования? Ну, вообще, это командные соревнования, но по суммарному количеству набранных очков мы представляли к награждению и победителей в личном зачёте. То есть абсолютным победителем в личном зачёте стала Грицкан Валерия, она уже во второй раз становится абсолютным победителем, она победила на втором этапе зимнего фестиваля. То есть девочка показывает очень хорошие результаты уже не первый раз. А вообще цель фестиваля ГТО — это вот показать определённые нормы ГТО, что ты их можешь выполнить, или всё-таки какие-то мини-рекорды ставить свои? Ну, вообще, помимо выполнения нормативов ГТО на фестивале, ГТО оценки дети получают по 100-очковой таблице, то есть специально разработана 100-очковая таблица, да, вот. И, ну как, получается, это тоже как и личные достижения какие-то детей. Получается, на этом фестивале дети показали мини-рекорды, скажем так. Например, девочки вообще всех поразили, потому что сгибание и разгибание рук выполняли с результатом 100 раз. Грицкан Валерия, который у нас абсолютный победитель из Пуровского района. И 95 раз отжалась девочка из Ноябрьска, Ефимова Анастасия, ученица 12-й школы. Самым быстрым был забеги на длинные дистанции до Мрачев Игорь из Пуровского района. Он показал результат 5 минут 33 секунды в забеге на полторы тысячи метров. Прыжки в длину, у нас тут три претендента на лучшие результаты. Это Корягин Данил из Пуровского 272 см, Иванов Ладлен 270 см из Губкинского и Антипкин Илья 255 см из города Ноябрьска. Самая гибкая у нас оказалась Гарбус Алина из города Муравленко. Она выполнила наклон с результатом 25 см. Грицкан Валерия на втором месте была 24 см из Пуровского района. Куфтерина София из Ноябрьска и Борисенко Алина по 21 см показали результат. То есть это достаточно такие... Да, это очень гибкие дети, то есть хорошие результаты. В метании был первым графеев Никиты из Пуровского района. Он вообще всех поразил, потому что спортивный снаряд метнул на 53 метра аж. В беге на 60 метров самыми быстрыми были Иванов Ладлен и Антипкин Илья. Самая метка оказалась Гарбус Алина из города Муравленко. Она стреляла и показала результат 33 очка. В плавании наибыстрейший оказался Майшев Константин из города Муравленко. Результат прям очень хороший, 26 секунд, 84 сотых. Но также всем ребятам, которые выполняли нормативы на этом фестивале, мы бы порекомендовали, конечно, подтянуться в подтягивании на высокой перекладине, в сгибании-разгибании рук, в плавании, конечно же, и в стрельбе. То есть немножко эти результаты отстают у многих. А ребята, которые выступали, у них есть значки ГТО? Они их заработали уже? У меня таких данных нет, не могу сказать. Ну, многие наверняка уже имеют значки ГТО. Я думаю, что если у них их нет, то после выполнения нормативов на этом фестивале им, возможно, останется выполнить еще некоторые нормативы, и они будут представлены к награждению. А как школьники Ноябрьска выступили? Школьники Ноябрьска заняли третье место на этом фестивале. Ну, как, в принципе, они нас порадовали, потому что у нас были большие сложности с тем, чтобы собрать команду, потому что очень многие дети уехали уже в отпуск. То есть там свои определенные условия были, чтобы дети не выходили за рамки возрастной ступени, и чтобы они участвовали в первом фестивале. То есть было трудно найти тех, которые покажут хорошие результаты и которые еще не уехали. Первоначально должна была выступать 12-я школа, но пришлось сделать сборную команду, да? Правильно я понимаю? Ну, мы пришли к такому решению, потому что когда действительно победители все разъехались, то нам пришлось из всех школ собирать детей. По ровну мальчиков, по ровну девочек? Да, было 4 девочки и 4 мальчика, то есть 2 девочки третьей ступени, 2 девочки четвертой, также 2 мальчика третьей и четвертой ступени. Это вообще по правилам фестиваля ГТО нужно, чтобы так раз такие разномассовые были команды, именно ровное количество мальчиков, ровное количество девочек. Да, это условие в положении прописано, то есть положение окружного фестиваля ГТО. Ну и всероссийского там, в принципе, такие же условия участия. Лена Валерьевна, а как вы думаете, какие дисциплины ребятам лучше всего знакомы, которые вот все без исключения хорошо выполняли? Ну, бегают дети неплохо и поднимание туловища выполняют, например, прыжки в длину неплохо, наклоны неплохо, то есть вот те, которые я назвала, да, то есть плавание, стрельба, подтягивание на высокое перекладине из виса и сгибание-разгибание рук, ну, как потренироваться стоит, конечно, хотя, в принципе, подготовка неплохая у детей. То есть можно сказать, что стрельба такой малознакомая, потому что в школе дети не проходят это, не обучают их этому. Потому что только когда ввели, как сказать, вот этот физкультурно-спортивный комплекс ГТО, наверное, скорее всего, с этого времени и начали детей готовить к этой дисциплине. Ну, а вы как считаете, важно ли каждому ребенку знать, сдавать комплекс ГТО? Ну, я считаю, что важно в каком плане выполнять нормативы ГТО и готовиться к ним важно лично для каждого, потому что, ну, то есть в процессе подготовки ты улучшаешь свое физическое состояние, да, свой жизненный уровень повышаешь, то есть свое физическое развитие. Ну, и так, как сказать, мне кажется, приятно каждому человеку получить золотой знак отличия ГТО. А у вас есть? Ну, я уже на пути к этому, то есть мне осталось выполнить один норматив, и я думаю, что, как сказать, тоже получу его. Стрельба? Не знаю, скорее всего, плавание. То есть там на выбор мне осталось выполнить один норматив, и все. А ну, чтобы получить свой зачок ГТО, сколько надо для тоже этой дисциплины? Ну, для разных ступеней свои условия. То есть если в шестой ступени 7 нормативов нужно выполнить, в восьмой ступени уже 6 нормативов нужно выполнить, то есть там 3 обязательных, 3 дополнительных. В пятой ступени нужно 8 нормативов выполнить. То есть там зависит от возрастной ступени. Вы все условия эти можете прочитать на сайте в ФСК ГТО. Там же получается как Олимпиада золотая и серебряная награда, да, по итогам? Да, да, да. А выявление дается, и опять же, выпускникам при получении знака отличия золотого, при поступлении в какие-то вузы дается до 10 баллов дополнительных. То есть хорошая поддержка, те, кто готов к труду и обороне. А про фестиваль еще хотелось бы поговорить. Все-таки это всероссийский фестиваль, летний фестиваль ГТО. Значит, будет какой-то следующий этап. Где он будет проходить и отправятся ли туда наши школьники? Ну да, соответственно, после проведения второго регионального этапа будет проведен всероссийский третий этап. Он будет проходить в Артеке в Крыму с 18 октября по 8 ноября. Туда поедет сборная команда «ИНАУН», то есть дети, которые участвовали во втором этапе фестиваля. Было решено создать именно не, как сказать, отправить не команду победителя, а именно сборную команду из всех участников, которые принимали участие. И в нее будут входить один представитель из Тазовского района, один представитель из Ноябрьского района, четыре представителя из Пуровского и два представителя из Муравленка. Ноябрь будет представлять Романюк Владислав из 12-й школы. Он занял второе место на втором этапе в личном первенстве. Что он лучше всего знает и умеет? Ну, он, в принципе, как нормативы выполнял все как-то на, не то что на среднем уровне, он как-то ровно шел. То есть у него каких-то особых таких не было результатов, то есть тех ребят, которых я называла. Но у него просто как стабильно сильные показатели, скажем так. А что хотелось еще сказать про третий этап. За три недели дети будут не только соревноваться, показывать выполнение нормативов комплекса ГТО, они будут еще проходить образовательные программы, такие как юный спортивный журналист, юный посол, волонтер ГТО. И будут встречаться с интересными людьми, спортсменами, с послами ГТО. То есть там их ожидает очень разнообразная программа. И по итогам проведения третьего этапа команда-победитель увезет с собой переходящий кубок Всероссийского фестиваля ГТО. Себе домой, да? Ну да. Ну и ребята, я так думаю, бесплатно отдохнут еще на побережье Крыма, что тоже очень хороший плюс. Да, да, да. Ага, Елена Валерьевна, но все-таки, я думаю, нужно напомнить и зрителям нашим, если они хотят получить значок ГТО, куда им нужно обратиться? Ну, во-первых, нужно зарегистрироваться на сайте официальном www.gto.ru. Затем нужно подать заявку в муниципальный центр тестирования, которым является спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит» в городе Ноябрьске. Обратиться в спортотдел к специалистам, которые помогут вам заполнить эту заявку. Потом нужно будет незадолго до выполнения, ну, за две недели до выполнения нормативов, нужно получить медицинский допуск в 214-м кабинете Ноябрьской центральной городской больницы. Ну и приступить к выполнению нормативов, которые проводят согласно плану графику утвержденному, которую вы опять же можете увидеть на сайте «Сокзенит» во вкладке во ФСК ГТО и в сайте управления по физкультуре и спорта во вкладке ГТО. Елена Валерьевна, спасибо, что пришли в нашу студию. Спасибо вам за приглашение. А я напомню, наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Телефон, наша редакция 49 99 40.